Добрый день, коллеги. Как нас слышно? Давайте, комментарии, огонечки. Огонечки есть, участники есть. Комментарии мы видим. Комментарии есть. Татьяна нам пишет, что нас слышно, нас видно. Ну, коллеги, тогда давайте начинать. 11.00. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим про ТОС, про биллинг. Мы заканчиваем серию вебинаров про ТОС. И сегодня с вами неизменный ведущий Василий, наш мастер спорта по Аксилот ТОС. И я, Юрий Жданов. Давайте, наверное, начнем с того, что мы расскажем про цикл вебинаров. Как я сказал, сегодня завершающий и, по моему личному мнению, главный вебинар. Почему? Потому что это все-таки биллинг. И ранее мы рассказывали вам про ряд функционалов в системе. Это про топологию и управление общим контейнерным терминалом в Аксилот ТОС. Исходящий поток и входящий поток. Соответственно, если кто-то не был на предыдущих вебинарах, пожалуйста, есть ссылочки. Можно их отсканировать и, соответственно, попасть на наш YouTube-канал и посмотреть весь цикл вебинаров. Ну, и также в логистике Центральной Азии для наших международных клиентов я эти ссылочки продублирую в Telegram-группе. Сегодня, как я сказал, мы поговорим про ТОС. В вводной части, в принципе, которая потихоньку завершается, я вам расскажу о том, что нас сегодня ждет. В главной части Василий расскажет нам про биллинг-услугу Аксилот ТОС. Ну, и в конце мы оставим минут 15-10 на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Вот. И, Василий, дальше ты или я? Да, давайте поговорим про биллинг-услуг в нашем замечательном продукте компании Аксилот ТОС. В чем же основные преимущества и какие механизмы присутствуют в этом контуре нашей системы? Это гибкий механизм настройки услуг терминала, который позволяет качественно учитывать оказанные услуги не только по хранению контейнеров, но и, соответственно, вагонов, платформы, транспортных средств. Также, помимо услуг хранения, ТОС умеет обрабатывать и рассчитывать выполненные операции с контейнерами, грузами, различными вагонами, платформами и так далее. Все это производится в автоматическом режиме расчет услуг, но также есть и регистрация услуг по необходимости, соответственно, произвольные какие-то разовые услуги, такие как, например, крепление контейнера, очистка вагонов платформ. Все это также можно регистрировать в системе, вплоть до фотофиксации каких-то дополнительных услуг и так далее. Все это у нас формируется по результату оказанных услуг в различных информативных отчетах системы. Также эта вся информация может выгружаться в различные расчетные ведомости, которые специфичны и удобны для клиентов наших. Также мы на одном из последних проектов, мы, соответственно, это выгружаем уже в 1С-бухгалтерию, бухгалтерские системы, с предоставлением отчетности, какие были услуги, за какой период оказаны. И, соответственно, все это работает в таком тандеме со всеми операциями, которые мы ранее вам рассказывали по обработке всех грузов, контейнеров на контейнерном терминале. Давайте подробно рассмотрим, что же такое за сущность в системе услуги терминала и как, соответственно, с ними система живет. Услуги терминала, соответственно, у нас, как я проговорил, есть за хранение, за операции. Хранение мы в одном из последних релизов сделали не только контейнеров, грузов, но также и платформ. То есть по платформе вообще подразумеваются все транспортные средства, на которых прибывают, грузы, контейнера и убывают. Соответственно, здесь мы начинаем услуги, соответственно, настраивать. То есть есть определенный справочник в системе ТОС, называется услуги терминала, где мы начинаем настраивать услуги и их декомпозировать по различным параметрам. То есть это не просто услуга, но она имеет свои какие-то особенности. Этих услуг в системе можно завести множество количества и декомпозировать так, как вам, соответственно, будет удобнее и, соответственно, будет ближе к вашим понятиям предоставления услуг для клиентов. Мы умеем также категоризировать услуги не только по типам, но и также по категориям. Это для того, чтобы клиенты понимали, о какой категории относится эта услуга в режиме хранения, либо по грузу на живущую работу, сборы какие-то общие коммерческие, комбинационные, комплексы услуг, соответственно, все их можно категорировать. Не только что услуга оказана, там, хранение, приемка и убытие контейнера груза, но и комплекс услуг оказан, соответственно, вся суммарная сумма и операция, количество будут категоризироваться по таким данным. Далее. По настройкам расчета услуг мы дальше начинаем декомпозировать. Это уже в рамках операции, которую мы выполняем в системе ТОС, мы понимаем, по каким документам у нас все выполняются операции. Есть у нас все определенные документы, которые мы ранее вам рассказывали, которые отвечают за инициацию и выполнение операции на контейнерном терминале. Это заявки на поступление, на контейнеров, платформ, транспортных средств, заявки, соответственно, на перевалку грузов, вот, это и заявки на выдачу. Это основные, соответственно, документы, инициирующие входящий-сходящий поток. Ну, также операции есть, которые по перемещению, по различным действиям, то есть взять и положить контейнерные операции. Это может быть затарка, растарка, ремонт контейнера, подключение-отключение инициативных контейнеров и так далее. Все эти операции мы тонко и четко говорим, что именно данная операция должна произойти и посчитаться в системе, зафиксироваться именно по данной выполненной задачи и документам. Соответственно, у нас их большое множество, этих документов, то есть любую операцию можно завязать именно на определенное срабатывание в определенный момент события и определенный документ системы. Вот, по опыту, соответственно, настройка расчета услуг, у нас с каждым годом, с каждым релизом все расширяется, расширяется. То есть стандартно у нас было, мы просто считали по контейнерам, сейчас у нас появились еще дальше декомпозиции всех этих настройков услуг, то есть не только по типам, категориям, но и документам, но и по таким, сказать, сущностям, весогабаритным, что ли, да, характеристикам. Это можем, соответственно, фиксировать операции за единицу, за массу, за объем, за тонну, соответственно, груза либо контейнера. Также мы умеем теперь рассчитывать по платформам, транспортным средствам, соответственно, и выбирать их в условную длину настраивать. И также в контейнерных операциях, где у нас есть навешивание запорно-пломбирующих устройств, либо снятие, мы также можем считать, сколько таких пломб мы навесили, каких пломб типов, пломб в зависимости от типа, мы тоже все это можем в системе разделить, декомпозировать и сделать точную настройку услуг. Это что касается по объемным таким весогабаритным характеристикам услуг. Дальше, когда мы все параметры настройки услуг настроили, отобрали их, детализировали до самых мельчайших подробностей, мы можем теперь по всем документам, которые у нас выполняются, по всем объектам нашей системы, это контейнерами, грузы, платформы, вагоны, транспортные средства различных авто, мы можем теперь их, соответственно, настроить именно еще детальнее, то есть выбрать, а какого размера, допустим, нам нужен контейнер для данной услуги, там 40-футовый, либо 20-футовый и так далее, а какое, соответственно, количество дней за хранение мы хотим считать, например, а какой, соответственно, контейнер с признаком нам нужно посчитать его хранение, либо прибытие, либо убытие, то есть контейнер может приходить обычный, а может прийти с опасным грозом, может прийти рефрижераторный, может прийти круженный, может порожний, В зависимости от всех этих тонкостей, услуги в системе Аксилот ТОС настраиваются именно более детально. Это что касается фильтрации по всем объектам системы, тех услуг, которые нам все-таки нужно правильно посчитать. По тарификации услуг, это дальнейшая такая очень важная вещь. Соответственно, у нас есть тарификация услуг по различным валютам. Для этого у нас есть документ установка тарифа, есть тарифы. Тарифы у нас можно завести различные. Это может быть просто базовый по умолчанию тариф, тариф со скидкой, тариф с повышенным спросом и так далее. В этих тарифах мы теперь, с учетом нашего опыта, можем вести мультивалютный такой расчет услуг. Могут быть валюты не только стандартные, которые есть, допустим, в Российской Федерации рублей, но также и в других странах СНГ. Это различные, соответственно, тенге, что там, суммы и так далее, доллары и так далее. Доллары, иване. В чем особенность этого документа и этой услуги в системе ТОС? То, что мы можем зафиксировать стоимость различную на любой начало периода. То есть этот период отчитывается от какого-то начала месяца или от квартала, но на любую услугу она может повторяться в каждом квартале. Но этот тариф может меняться с сезонностью, либо с каким-то кварталом, либо месяцем на одну и ту же услугу. Может, соответственно, тарификация быть различной. Можно удобно ей оперировать в нашей системе ТОС. Еще поговорим про курсы валюты. Теперь мы можем, соответственно, и задавать значение этих курсов не только вручную. Можем, соответственно, и загружать из интернета. Особенность наших проектов в бывших странах СНГ, что мы можем загружать из альтернативных источников серверов. Только, соответственно, это может быть не только сервер, который российские курсы загружает, но и серверы казахстанского, соответственно, центрального банка, логикистанского и так далее. То есть мы можем в системе сказать, чтобы не заносить все данные вручную, чтобы система их загружала именно от того региона, от той стороны, где мы выполняем услуги, а именно с того сервера центрального банка, где находится система и сам контейнерный терминал. Вот эти курсы валют мы загружаем, всю эту историю введем. Также на одном из проектов, последних, наверное, была особенность то, что мы еще можем делать кросс-курс. То есть есть курсы, которые пересчитываются с одной валютой в другую. Такая есть особенность была у нас, насколько я помню, в Казахстане. Мы там пересчитывали в зависимости от курса, который устанавливается экспедиционными компаниями. Каждый раз валюта пересчета из швейцарских франков, насколько я помню, была в доллары, она имеет определенный коэффициент. Каждый квартал этот коэффициент меняется, и, соответственно, можно задавать по формуле пересчет, соответственно, одной валюты в другую. И вот таким образом можно оперировать различными мультивалютным учетом всех оказанных услуг. Для того, чтобы все эти услуги и тарифы сработали, обязательно нужно завести договора с клиентами. Поэтому на системе также есть справочник договора. В этом справочнике можно заводить различные договора с контрагентами и указывать, по какому тарифу будут рассчитываться для него услуги. Также задается срок действия этого договора и этих тарифов. Ну и также особо важное здесь имеют у нас новые параметры. Количество бесплатных дней хранения стандартной. И есть, можно указывать признак задолженности. То есть, если по какой-то причине была возникна задолженность, она может загружаться теперь у нас в последних ревизах из бухгалтерских систем, то при выполнении заявок на поступление на выдачу грузов, контейнеров в системе ТОС, система блокирует, соответственно, предупреждает оператор, что есть задолженность по такому контрагенту. В договорах также мы можем перечислить, какой ограниченный список услуг предоставлять по этому договору, не в зависимости от тарифа, да, то, что список услуг в справочнике системы может быть очень объемный. Но для данного договора с контрагентом мы можем договориться, какие услуги мы будем оказывать этому контрагенту. По регистрации услуг, да, у нас выполняется расчет услуг в двух режимах. Есть автоматический расчет услуг, есть расчет услуг при выполнении произвольных каких-то услуг, да, таких как там крепление контейнера, очистка платформы и так далее. Вот в автоматическом расчете услуг участвуют все документы, которые мы ранее с вами видели, да, заявки на поступление, на выдачу, задачи на перемещение. Вот при выполнении всех этих документов в системе срабатывает событие о том, что услуга была оказана, выполнена задача, она сразу регистрирует услугу. Но для того, чтобы посчитать за определенный период и по определенному контрагенту, да, у нас в документе расчет услуг указывается этот период, мы ограничиваем сумму и количество оказанных услуг в рамках этого периода и в рамках одного контрагента. Также мы можем выбрать договор, по которому мы хотим посчитать все эти услуги. То есть, опять-таки, получается, что в зависимости от периода, в зависимости от контрагента, мы понимаем, какие услуги мы хотим увидеть в этом расчете, за какой период хотим увидеть эти услуги и по какому договору. То есть договор может быть разный, но и, соответственно, тариф в этом договоре тоже может быть разный в зависимости от сезонности, квартальности и так далее. Вот. Этими документами система регистрирует все услуги, которые можно в дальнейшем в системе посмотреть уже в отчете по оказанным услугам. Отчет формируется в очень большой информативной данности, да, то есть можно получить данные по каждому оказанной услуге, по каждому контрагенту, договору. Все эти услуги у нас фильтруются, выбираются. По каждому контейнеру есть информация, какой тариф на оказанную услугу, сколько, соответственно, было оказано услуг, какая валюта для этих, соответственно, услуг используется при расчете. Соответственно, если используется еще несколько валют, то есть можно использовать, как вы видите, да, на слайде и евро, и доллары и так далее, то есть система сразу одновременно может посчитать и в базовой валюте, и в валюте пересчета через кросс-курс. Вот, вся эта сумма считается и в системе именно вырабатывается. Таким образом, вы можете каждую услугу, которая на вашем терминале, декомпозировать и предоставить клиенту вплоть до мельчайших подробностей обработки с каждым грузом, с каждым транспортным средством, чтобы клиент, и в том числе вы, как владелец контейнерного терминала, понимали, какую, соответственно, долю услуг у вас уходит на каждый контейнер, на каждый груз, да, чтобы вы понимали потом общую картину, то, что все услуги у вас срабатывают, но какая-то услуга где-то выдает, допустим, процент больше, соответственно, затрат и транспортных средств, и затрат на людей, да, соответственно, таким отчетом и такой настройкой услуг в системе вы можете выявить прозрачность картины, а куда же у вас затрачиваются основные средства и в итоге какой они приносят вам результат и бонус. На этом моя, как бы, речь по биллингу услуг закончена, да, надеюсь, было интересно, ждем от вас вопросы, коллеги, ну, думаю, Юрий, коллега еще дополнит. Да, Василий, смотри, получается, раньше у нас, например, был контейнерный терминал, и мы делали какие-то общие агрегированные задачи, да, и услуги оказывали, ну, то есть приемка, отгрузка, там, растаможка, перемещение, да, и так далее. То есть сейчас, когда у нас есть ТОС, мы можем еще в более мельчайших подробностях декомпозировать все наши услуги, да, вот как ты сказал, по ЗПУ, по объему и так далее, и так далее. То есть и посмотреть действительно, а сколько этих операций мы раньше выполняли, и мы их не считали, и не брали за это денег. То есть получается, тем самым внедрение в систему помогает не только понять действительные расходы, которые есть, да, действительно, задачи, какие выполняются, но также завести договор, завести курс к нему, и по разному курсу, и по разному тарифу каждого человека считать. Да, и в какой-то степени посмотреть упущенную выгоду, да, в зависимости и от валют, в зависимости от операций, ну, и в зависимости от техники и ресурсов, которые будут выполнять и выполнять эти операции, соответственно, каждая услуга одна и та же, да, допустим, она может быть, соответственно, оценена по-разному, в зависимости от того, кто ее выполнял, какими ресурсами и за какое время ее выполнили, да, и это имеет важное значение, да, действительно, для расчета прибыли. Ну, конечно, да, это получается, если раньше мы делали большое количество нецелевых задач, да, например, раскопки, да, с системой ТОС мы эти задачи сократили, потому что раскопки у нас уменьшились, да, нам не нужны нецелевые, то есть система уже может управлять топологией контейнерным терминалом, тем самым, соответственно, наши расходы снизились, и мы можем получить больше прибыли, как компания. Да, так и есть. Отлично. Еще это можем декомпозировать и предоставить вашим клиентам, потому что есть некоторые клиенты, которые готовы брать комплекс услуг, да, и им разницы нету, сколько вы там мелких задач выполнили, да, а есть те, которые прямо дотошно хотят знать действительно, какие задачи были выполнены до мельчайших подробностей, и система это поможет сделать. Да, зачастую, как бы, клиенты нашей компании Axelot, которые устанавливают, используют Axelot Tots, они за счет оказанных услуг и расчет услуг оценивают еще не только потребности клиентов, экспедиторов, но и свою потребность, то есть они примерно понимают, что они вот сейчас работают на таком уровне, соответственно, оказываемых услуг, но могут при этом еще больше принести прибыль за счет детализации, более подробных, соответственно, детализации для клиента всех оказанных услуг, да, действительно это так, и с каждым новым релизом нашего Axelot Tots мы все параметры, которые влияют на оказанные услуги и все данные, которые влияют на предоставление этой отчетности, мы с каждым новым релизом предоставляем более подробно и более декомпозированно. Все верно, но самое главное стоит отметить, да, как Василий сказал, там, с каждым проектом, с каждым шагом, с каждым годом, с каждой минутой наша система, она растет, она развивается, и то же самое происходит и с вашим бизнесом, и должно происходить, соответственно, вместе с вашим бизнесом мы можем и развивать систему, и давать дополнительную прибыль вашей компании. Я бы сказал, не можем, а поможем. А поможем, да, действительно. Коллеги, давайте ваши вопросы, очень ждем.